Креветки могут быть опасны для здоровья. Эксперты Роскачества проверили замороженный деликатес, который предлагают россиянам популярные торговые марки, и ни один из брендов знака качества не получил. Что стало причиной такого вердикта, знает Артём Восьнёв. Креветки распробовали ещё во времена античности. Их тогда никто не замораживал. Римляне и греки их сразу жарили и пекли. Что за ракообразных ест россиянин сейчас? Задумались в Роскачестве и проверили 25 брендов по 35 показателям. Мы увидели отклонения по потребительским характеристикам. Например, в 10 случаях из 25 мы увидели превышенное содержание непосредственно льда или ледяной глазури, которая коррелировала, помимо этого, с заниженной массой мета по сравнению с этикеткой. То есть, по сути, потребитель платил или переплачивал за лёд и получал даже фактически меньший вес продукта. Ледяная глазурь. Без неё вообще нельзя. В противном случае в креветках развиваются вредные микроорганизмы. Но по стандартам льда не должно быть больше 7% от общей массы пакета с креветками. По данным Роскачества, 6 из 25 брендов фактически засунули руку в карман потребителя. Уменьшали вес креветок, уменьшали их размер по сравнению с заявленным и намораживали лёд в большом количестве. В одном из образцов даже обнаружили мышьяк. Но, как говорят специалисты, он не опасен. Опасен как раз-таки неорганический мышьяк, который находится в живых организмах в форме неорганических соединений. Тем не менее, по законодательству Российской Федерации нормируется общее содержание мышьяка, в то время как доля неорганического, при этом она, как показывают экспериментальные данные, очень мала. При транспортировке и в магазинах креветки должны храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Срок реализации максимум год. В Роскачестве хоть и нашли нарушения, но в целом признали креветки съедобными. У Росрыболовства полярное мнение. Вся качественная российская креветка уходит на экспорт, а россиянам достается выращенная во вьетнамской канаве. Почитайте недавнее расследование Брумберга о том, как выращивают креветки во Вьетнаме. Этот процесс происходит на свином навозе и с добавлением огромного количества антибиотиков и гормонов роста. Вот эта дрянь, да еще и с огромным количеством льда. Лед в реках Вьетнама и Китая совершенно бесплатный. Они его набораживают не только сверху, но и внутри ткани огромное количество. Поэтому мы вот своими, что называется, деньгами платим за эту алчность и бардак. Выбирать деликатес специалисты советуют внимательно. И прежде всего обращать внимание на внешний вид. Креветки с почерневшей головой – это больные особи. От такой покупки лучше отказаться. Кстати, знак качества после этой проверки ни одна из 25 марок так и не получила. Артем Восьнев, Александр Карев и Святослав Савенков. МИР24. Добавлю, что средняя стоимость креветок в сетевых российских магазинах составляет около 2000 рублей за килограмм.